Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы с вами приготовим бисквитный пирог с кокосовой стружкой и ягодами. Если вам интересно, то, конечно, продолжайте смотреть. Ингредиенты и их количество я оставлю вам в описании под видео. И начинаем мы приготовление с того, что яйца взбиваем с сахаром до пышной пены. Добавляем цедру лимона и также немного перемешиваем. Хотите, можете перемешать, как я, миксером, а можете просто ложкой. Далее берем муку и смешиваем с разрыхлителем. Также немного перемешиваем ложкой. И добавляем муку с разрыхлителем к нашей яичной массе, которую мы приготовили с вами ранее. Муку я добавляю в два этапа, чтобы легче было перемешивать. Все хорошо перемешиваем. Вот такой густоты у нас должно с вами получиться тесто. Далее вливаем с вами растопленное масло и также все хорошо перемешиваем до однородной массы. После того, как хорошо перемешали, добавляем стружку. И продолжаем перемешивать. Духовку нам нужно разогреть до 180 градусов. Далее нам нужно тесто влить в форму. Я это делаю в два этапа. Добавляю чуть меньше половины теста и хорошо распределяю по дну формы. Сверху выкладываю ягоды. Ягоды нужно равномерно распределить по всей поверхности. На ягоды выливаю оставшееся тесто и опять же хорошо распределяю по всей поверхности. Ну вот и все. Убираем пирог в духовку и выпекаем в течение 40-50 минут. Если пирог сверху начнет немного пригорать, а внутри он еще будет сырой, тогда нужно прикрыть его фольгой. После выпекания достаем пирог, даем ему время остыть и достаем его из формы. Я всегда пирог переворачиваю и нижнюю часть пирога посыпаю сахарной пудрой. Пирог вкусный, в меру влажный из-за ягод. Очень хорошо чувствуется кокос, и он мягкий и воздушный. Сейчас разрежу вместе с вами пирог и посмотрим, как же он выглядит внутри. Посмотрите, как же хорошо наш пирог поднялся. Ну вот и все. Я с вами прощаюсь на сегодня. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok